Вы задумывались, как неправильное количество потребления соли может привести к увеличению смертности? Сколько соли в день считается безопасным? Давайте рассмотрим факты новых научных исследований влияния количества соли на продолжительность жизни. Итак, начнем. В последние годы мы все чаще слышим, что необходимо снижать потребление соли. Некоторые люди и вовсе от нее отказываются. Долгое время считалось, что человеку достаточно соли, содержащейся в обычных пищевых продуктах, таких как хлеб, картошка, крупы и мясо. Почему такое отношение к соли возникло? Высокое потребление соли связано с повышением артериального давления, что является давно доказанным фактом. Соль, или точнее, содержащийся в ней натрий, способствует задержке жидкости в организме, увеличению выброса адреналина и норадреналина, повышению чувствительности сосудов к адреналину и норадреналину. Это приводит к увеличению объема циркулирующей жидкости и сужению сосудов, что в совокупности приводит к повышению артериального давления. Поэтому людям, больным гипертонией, всегда советовали снизить потребление соли. Что же говорить о здоровых людях? Всемирная организация здравоохранения, обращаясь к здоровым людям, призывает стараться употреблять соль как можно меньше – 5 грамм поваренной соли в сутки или 2 грамма натрия. Логика заключается в том, что уменьшение потребления соли может предотвратить повышение давления, уменьшить риски развития гипертонической болезни и, следовательно, сократить риски сердечно-сосудистых заболеваний. До последнего времени такое представление было широко распространено, но некоторые люди начали задавать вопросы. Почему, например, в Японии жители потребляют больше соли, чем жители США, и при этом продолжительность их жизни больше, а частота заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями меньше? Существует пробел в связи между потреблением соли, повышенным артериальным давлением и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Это чисто умозрительная гипотеза. В доказательной медицине необходимо проверять все в рандомизированных клинических исследованиях или, по крайней мере, в больших эпидемиологических наблюдениях. Попытка началась несколько лет назад, отслеживание большого количества людей с целью связать потребление соли с развитием гипертонии и риском сердечно-сосудистых заболеваний. И такое исследование существует. Оно ведется в настоящее время и называется «Де проспектов баннеры Урал Епидемиол». В этом исследовании участвует около 225 тысяч человек из 27 стран. В 2018 году в журнале Lancet в августе были впервые опубликованы промежуточные данные. Эти данные оказались настолько противоречивыми, что вызвали шквал критики от многих известных кардиологических ассоциаций. Тем не менее, факт остается фактом. Опубликованные данные касаются 150 тысяч человек в возрасте от 35 до 75 лет, абсолютно здоровых, то есть без кардиологических заболеваний, гипертонии, сахарного диабета, болезней почек и так далее, просто здоровых людей. Механизм исследования был следующим. Собирали среднюю порцию урины один раз в сутки у людей и по определенной формуле вычисляли количество натрия, который человек выделяет в течение суток. Количество натрия, выделяемое с мочой, хорошо отражает количество натрия, употребляемого с пищей. Результаты разбили людей на три группы. В первой группе среднее потребление соли составляло 10,1 г в день, во второй – 11,75 г, а в третьей – 14,38 г. В первой группе с самым низким потреблением соли число смертельных случаев сердечно-сосудистых заболеваний было выше и в целом была выше заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями. Во второй группе с умеренным потреблением соли не наблюдалось связи между потреблением соли и заболеваемостью сердечно-сосудистыми болезнями. Наконец, в третьей группе наблюдалось слабое увеличение частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эти данные не являются достаточно показательными. Если нарисовать график зависимости частоты заболевания сердечно-сосудистыми болезнями от количества, потребляемой соли, то график получится в виде английской буквы J. То есть низкое потребление соли ведет к увеличению смертности. Среднее потребление соли показывало самую низкую смертность, в то время как высокое употребление соли незначительно увеличивало количество сердечно-сосудистых заболеваний. Почему так произошло? В этих исследованиях все участники употребляли соль в количествах гораздо больше, чем рекомендованы Всемирные организации здравоохранения. Даже в группе с самым низким потреблением соли люди употребляли 10,7 г в сутки, в то время как рекомендованная доза составляет 5 г в сутки. Интересно отметить, что в этом исследовании не было обнаружено взаимосвязи между употреблением соли и частотой сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью от них. Эти результаты также подвергли сомнению наше убеждение о том, что высокое потребление соли всегда сопряжено с рисками для сердечно-сосудистой системы. В апреле 2019 года журнал High Fashion опубликовал другое исследование, целью которого было выявление взаимосвязи между употреблением соли, частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышением артериального давления. В этом исследовании наблюдали за людьми в течение 7 лет. Участвовало 457 тысяч человек среднего возраста 56 лет, также здоровых, без инфарктов, гипертензии, сахарного диабета и прочего. Удивительным является то, что в этом исследовании не было обнаружено связи между употреблением соли и частотой сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью от них. Результаты этого исследования также, в общем-то, опровергли наше представление о том, что высокое потребление соли всегда сопряжено с рисками для сердечно-сосудистой системы. Каким же механизмом можно объяснить, что снижение потребления соли вызывает увеличение частоты сердечно-сосудистых заболеваний и даже приводит к более высокой смертности? Считается, что снижение концентрации натрия в крови активизирует юкстагломерулярный аппарат почек. Этот аппарат вырабатывает ренин, который воздействует на ангиотензиноген, вызывает цепочку реакций, в результате которой увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти. Вот такая смена представления о роли потребления соли в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и общих рисках для жизни появилась в результате недавних исследований. Это исследование продолжается, и мы будем следить за тем, какие результаты оно принесет в будущем. На основании этих данных можно сделать выводы и рекомендации по нормам потребления соли. Возможно, надо стремиться к употреблению менее 5 грамм в сутки, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Однако, уменьшение потребления соли до абсолютного минимума, а именно до нуля, может привести к тому, что мы сами увеличим риски для своей жизни. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши комментарии.